Здравствуйте! Под такую шикарную погоду особенно приятно поговорить о том, какой массовый исход на волю устраивает Алексей Мочилов, командор пробега по стране под названием «Волок» под девизом «Открываем Россию заново». Здравствуй, Лёша! Добрый день! Ничто не предвещало твоего возвращения обратно на Большую Землю, тем более что приключений выпало на тебя чуть больше, чем обычно на командора выпадает. Тем не менее, «Волок» 2013 года, грандиозный «Волок» состоялся, тебе удалось вернуться. Ну, теперь начинай рассказывать. Ну, в общем и целом, как всегда, все считают, что я никогда не вернусь. Конечно. Вот, но всегда получается, к счастью, возвращаться, видимо, с какой-то помощью свыше, я так сказал. У тебя полноприводный ангел-хранитель. Ну да, можно и так сказать. Вот, в общем, в этом году у нас был самый сложный «Волок». Напомню, то, что это экспедиция от Белого до Черного моря, которая проходит уже шестой год подряд. Всегда от Белого, всегда до Черного. Ну да, ну иногда меняются там названия этих самых морей, но сам факт, что от северных морей в сторону южных, скажем так. Страна все та же, и открытие этой страны всегда. Ну да, в прошлом году был пробег вообще объединяющий пять морей. Вот, ну в общем, суть от этого не меняется. Прости, Леша, это означает, что вы не выезжали из Москвы? Потому что Москва, если помнишь, в советское время была портом пяти морей. Да, шутка хорошая. Ну, в общем, это был где-то маршрут тысяч на восемь километров. А в этом году мы как-то побили все свои собственные рекорды, и в общей сложности участники, которые прошли с самого начала до самого конца, преодолели 13 тысяч километров тяжелых условий. И как бы это ни было смешно, из там 22 участников реально прошло полностью весь маршрут один. А ты по автомобилям или по людям считаешь? Ну, я по экипажам, да. То есть, ну, организатор можно не считать за, как бы, полноценный экипаж, потому что мы все-таки организаторы. Вот. А вот среди именно участников, кто вот прямо стартовал в городе Нарьян-Мар в Заполярье и финишировал в Новороссийске, уцелел только один. Это какая-то необычная гибель техники? Ну, это даже не гибель, это, скажем так, совокупное стечение обстоятельств. Потому что, во-первых, пробег был рекорд не только по пробегу, но и по срокам. Все-таки на три недели, как обычно, в предыдущие было годы, уехать еще можно из Москвы. На четыре недели, вы уже сами понимаете, это прям огромная проблема. Вот. А вдобавок, ведь устает не только техника, но и люди, и кто-то там в середине пробега сказал, что извините, да, до свидания, как говорится, мы поехали отдыхать. Кто-то, наоборот, в самом начале решили не лезть во всю эту тундру, там, на Печору, а присоединились немножко южнее и не хапнули. Это такое тяжелое, именно, бездорожье. И по этой причине вот именно, ну, в этом году просто какой-то исключительный у нас случай, то, что вот целиком маршруты прошли, мягко скажем, единицы. Ну уж волю хлебнули вместе с Россией полной ложкой. Ну, конечно, да. Да, то есть, ну, мало того, что сам по себе, как бы, экстрим был достаточно серьезный, но и я всегда говорил то, что принимать участие в Волоке по частям смысла практически нет, потому что это же пробег из зимы в лето, да, то есть там изначально сценарий, который мы как организаторы готовим, это именно вот переход из снежного, такой зимнего уфроуда через всю весеннюю распутицу в лето. — Вдруг кто не насладился снегом? — Конечно, да. То есть вот у нас, у организаторов, каждый год, например, две весны, то есть мы дважды встречаем весну, потому что один раз на разведке, на финальной прокатке там в апреле, а потом уже вместе со всеми участниками. — А пятнадцать на неделю у вас чуть меньше, чем, то есть по календарю совпадает. — Да, календарь. — Ни как в поговорке. — Такой же, да, да, но весны две. — А весны две, да, то есть в этом, я считаю, наше огромное такое организаторское преимущество перед всем остальным человечеством, потому что, не каждому это доводит вот уже шесть лет подряд. За шесть лет встретить двенадцать весн — это нечто, конечно. — А мы-то как рады за вас, за то, что я все-таки вернулся. Вот вы вторглись в ту среду обитания, где люди, на самом деле, выживанием не занимаются абсолютно, они просто там нормально живут каждый день. И тут приехал ваш ара-цирк, приехал, да, вот это вот, это все большое расписное на красивых колесах. И местные вас как встречали, особенно на северах? Ведь вы попали в зиму, которая мгновенно сменилась распутицей. Ну, встречали, встречать нас, на самом деле, во всех регионах, с одной стороны, совершенно прекрасно и радушно, потому что все-таки русский народ, он достаточно гостеприимный, если трезвый. Вот, значит, но при всем при этом во многих регионах всегда был скепсис в глазах. То есть, как, вы туда хотите ехать? Вот туда-туда-туда, куда Макар Телятник гонял, вы же не проедете. Ну, и вот этот диалог, он вечный, просто туда дороги нет. Когда мы говорим, ну, у нас как маршрут, он прописан, разведан, они говорят, мы не знаем, чего тут разведывали, но, в общем, все бесполезно. Ну, и, соответственно, на севере было то же самое. Когда мы из Нарьянмара пытались стартовать по Печоре, строго на юг, в сторону республики Коми... Погреться, наконец-то, на юг. Да, все жители Нарьянмара покрутили виска и говорили, ребят, ну, вы как бы больны, конечно, но это невозможно, но мы вас ждем вечером к ужину, как говорится. Вы сейчас поиграете лопатами и вернетесь. Ну, в итоге, когда мы через два дня выехали-таки в Коми и разослали смс о том, что мы проехали, ну, эпитеты были самые чудовищные, конечно же. Многие из них даже можно было перевести на русский язык. Ну, в общем, да. Ну, по количеству восклицательных знаков было понятно, что они одобрили ваш поступок. Ну, да, вот. И, кстати говоря, нам в Нарьянмаре вручили флаг, который надо было сфотографировать, растянуть над Новороссийской бухтой. И мы через четыре недели сделали, отправили ММС в Заполярье. У ребят был просто шок и трепет просто от этой ММСки. Она, по-моему, до сих пор там у них гуляет по всему городу. Ко всему прочему, у них в этот момент дали градусы, они хотя бы потеплели где-то до минус пяти. Ну, там, на самом деле, вот я звонил последний раз где-то недели-полторы назад. Там еще даже ледоход не начался. То есть мы можем себе представить, у нас тут лето, да, люди-то на кабаретах ездят. А там зима. Вот я, к слову сказать, сломал же там машину. И мне предстоит в конце июня, может, в начале июля туда отправиться в очередное путешествие. В поисках Макара. Да-да-да. Вот сейчас еще ехать без толку, потому что навигация по Печоре еще даже не началась. А ты машину-то в каком месте бросил на захоронение? Ну, мне в этом машине повезло как утопленнику, как говорится. То есть я умудрился сломать свой Defender в самом дальнем, скажем так, отрезке нашего маршрута. То есть это 60 километров от Нарьянмара, посреди тундры, да еще вдобавок на острове, посреди Печоры. То есть машину оттуда можно вывезти только вертолетом или баржей. То есть либо ты должен дождаться следующей зимы и выволочь ее на чем-то, либо вот сейчас, но уже по воде, по воздуху. Ну да, но до зимы, конечно, ждать не будем, потому что смысла нет, хотя она там наступит достаточно рано. А что так, она очень красиво на грядке будет стоять, может быть, даже чем-нибудь вьющимся покроется, хотя бы лишайником. Ну, я думаю, что в первую очередь мхами. Довольно быстро будет. Это будет самый шикарный Defender из тех, которые только есть. Тем более, ты же помнишь этот журнал, лендроверовский, оффроудеры, как-то он называется. Есть толстый альманах, посвященный тому, где в том числе валяются косточки Defender в померу. И фотографические подтверждения того, что, смотрите, жизни нет, а Defender валяется как нога. Да-да-да, я буквально сегодня видел фотографии, откуда-то из Азии, не помню, из какой-то азиатской страны, где, значит, тоже в каком-то саду, огороде валяется старый Defender, там, второй или третьей серии, и у него из кузова растет дерево. Вечная память. Да-да-да. Вот, но я надеюсь, что все-таки с моим автомобилем такая, как бы, судьба его не коснется. Мы его оттуда достанем, починим, и он будет ездить дальше. И станет памятником уже где-нибудь в Подмосковье. Ну да, элементом ландшафтного дизайна. А вообще, в принципе, там люди на этом острове, они как-то живут и с большой землей хоть изредка связываются, или ты будешь первым Колумбом, который их откроет этой баржей? Они, на самом деле, живут совершенно прекрасно. Во-первых, местные жители, они, как бы, имеют всяческие там северные надбавки, плюс они занимаются оленеводством, плюс у них достаточно все-таки богатая река под боком. И, скажем, хозяин дома, около которого сейчас стоит мой Defender, ездит на снегоходе, который стоит дороже, чем мой Defender. Поэтому я сильно спокоен за сохранность моей машины. Поэтому, сами понимаете, не каждый оленевод может себе позволить ездить на снегоходе BRP с мотором 1200 кубов. То есть, ну, это как бы такой, очень высокий уровень техники. А летом он впадает в спячку, как все местное население? Ну, как раз, когда я 10 дней назад ему звонил, я просил его снять турбину для того, чтобы мне отправили ее посылкой, чтобы я ее починил. На что он сказал, что в ближайшие 2 недели он, к сожалению, это не может сделать, потому что они всем табором находятся на охоте на уток. А там сотовая связь? Сотовая связь достаточно хорошо берет по всем основным селам вдоль Печоры уже. Ну, как бы 21 век все-таки уже до 13-го года добрался. Но у них точка счета 13-й год. Он там один такой, кстати, или это принято в целом? У всех сотовая связь, у всех охота на уток, и у всех снегоходы стоимостью с квартиру в Москве. Значит, ну, начнем с уровня жизни. Уровень жизни, на самом деле, это достаточно неплохой. При всем при этом это связано даже не с тем, что какие-то есть дотации и так далее. А север настолько отрезан от всей остальной России природными преградами, что там, можно сказать, живет особый субэтнос людей. Там нет особого такого повального алкоголизма. Народ очень работящий. Даже вся история там 19-го, 18-го века показывает, что этот район, он всегда жил очень богато. Там, как бы, это старые старобряческие края. Опять там же поморские села и так далее. У меня машина стоит где-то в километрах в 20-ти от бывшего города Пустозерск, где сожгли протопопа вакуума, так между делом. Поэтому перед тем, как сломаться, у меня машина как раз проезжала прямо мимо городища старого. Впечатлило ее, однако. Да, впечатлило. Она решила там тоже остаться, но мы и не стали сжигать. Судя по тому, что эти края зажиточные, советская власть не должна была им этого простить. И, по идее, там должно было поколение все вырублено быть под ноль. Но об этом пусть новостей. Мы продолжаем смаковать подробности исходом, массового исхода горожан на волю. Волок, большой, грандиозный Волок 2013 года у нас в гостях Алексей Мочилов, командор пробега, похоронивший свою машину недалеко от Нарьенмары. Мы как раз закончили на великой точке истории Советского Союза, когда людям не прощали зажиточности края, хорошего быта, налаженной жизни. И вот сейчас застал определенный субэтнос людей, которые, тем не менее, восстановились. Ну, я бы даже сказал, что они особо и не загибались. Это было связано как раз с очень большой удаленностью от центра. Но буквально километров там на 40, на 50 южнее, когда пересекаешь такую границу на карте, так сказать, с республикой Коми, первые же села, которые нам встречаются по пути на реке, это села как раз спецпереселенцев. То есть это люди, которых в свое время отправили туда как раз кулаков и всех прочих таких как-то антисоциальных лиц, отправили выращивать виноград практически на полярный круг. В общем, такая достаточно трагичная история. Потом буквально проезжаешь еще километров 50, выезжаешь в село, где все фамилии, ну, там заходишь, например, в магазин, да, висит объявление там какой-нибудь и подпись, и видишь все фамилии немецкие. Сразу же понимаешь, откуда их переселяли. Да, 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 да. Потом мне как довелось там заехать в пожарную часть, нужно было разжиться бензином. У нас же заправок на севере тоже нет. Соответственно, так там вообще все работники пожарной части, все немцы. Я в них спрашиваю, говорю, а вы не думали назад там к себе на историческую родину, туда в Германию, ведь есть же возможность. Они говорят, нет, тут очень хорошо, приезжай к нам в гости, и все. То есть они там уже настолько хорошо осели, что никак им Германия даром не нужна. И, кстати говоря, большинство этих людей, они были за границей. То есть они прекрасно знают, что такое Германия. Они побывали, в общем-то, неоднократно за рубежом, потому что могут себе это позволить. И при этом достаточно патриотично живут на собственной, на вот этой вот северной земле, куда лишние люди не приходят. И не уходят оттуда, по крайней мере, по доброй воле оставшиеся уже. Ну, конечно, да. То есть, ну, а с другой стороны, от чего уходить? Да, экология прекрасная. Деньги есть, лес есть, вода есть, собственный свой дом есть. Ну, все есть реально, да. То есть, если человеку нет огромной тяги к социуму, к большому городу, то чего бы не жить? А чего там нет? Там нет ВВП, который мы удвоили. Там нет тех самых инноваций, о которых нам постоянно трындят. Там даже сколково не пахнет. Вот ради одного этого имеет смысл, пожалуй, на северах остаться. Конечно. Ну, и там вообще, в принципе, власти особо нет. Ну, в общем, да. Там, может быть, и были попытки, как-то сейчас уже ослабевшей рукой дотянуться до чужой глотки, так довольно быстро народ сдачи дает. Это же не Москва, где ничего нельзя, там можно. Ну, да, потому что через село перемешаны очень разные культуры. Также, ну, вот в этот раз мы прошли транзитом, а на разведках я заезжал там в подобные села, там, например, живут староверы. Причем такие очень консервативные, скажем так. Ну, в общем, с ними особо не пошутишь. То есть так они к тебе, ну, нормально расположены, но держат дистанцию такую твердую. Вот. И по легендам они до вот перестроечного времени хоронили там старые библиотеки, там церковные и так далее, старобряческие. Но, правда, их достаточно хорошо ограбили люди в кожаных куртках в 90-х годах. Вот они до сих пор это как собственную личную такую трагедию переживают. Ну, люди в кожаных куртках, прости за неосведомленность, это кто? Ну, те же, кто в малиновых пиджаках. А-а-а. Ну, да. Ну, все-таки в пиджаках летом, а в куртках зима. А-а. Там их потом косточки не всплыли из-под снега, нет? Ну, это неизвестно. Но сам факт того, что были вот подобные, как это, проникновения криминального мира на крайний север, скажем так. Я подозреваю то, что это бывшие сидельцы, на самом деле, которые просто, ну, каким-то образом прознали вот этих вот каких-то таких тайных и старцев грабили. Ну, что ж, открывать Россию заново, так открывать вообще ее красе, какая есть. Ну, да, да, да. То есть в этом во многом и как бы для меня лично состоит ценность проекта, который я же и готовлю, потому что, ну, есть как бы такая видимая Русь, да, то есть это то, что можно увидеть и пощупать, там, старые там дома, церкви, там, наличники и все прочее. И есть такая внутренняя Россия, то есть которая передается из уст в уста через рассказы местного населения, через общение и так далее. И сами понимаете, там, с каждым, наверное, ну, десятилетием вот это все, оно уходит, 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 вымывается, поэтому мы стараемся спешить вот это вот как-то все, ну, самим запомнить и иметь возможность передать там своим детям, например. Слушай, с тобой в караване постоянно ездит в том числе довольно высокий процент профессиональных джиперов на хорошо подготовленные техники, и вполне возможно, что это завсегда-то и подобного уиселительного пробега по нашей стране. А вот эти люди, они открытие для себя тоже делают, они же погружаются в это. И какой процент вот этих людей, которые ошеломленно вдруг увидели свою страну в новом свете под другим углом? Или они уже к этому всему готовы, благо не первый раз? Ну, я бы так сказал, что прямо именно профессиональных путешественников с нами, конечно, не есть. Потому что, во-первых, профессиональных путешественников, наверное, на всю нашу бескрайнюю страну, может быть, человек 50, ну, таких вот, которые готовы сами куда-то поехать на подготовленной машине. Число людей, которые готовы поехать в любую организованную экспедицию, это уже тысячи человек. Но в большинстве своем для них и является стимулом к поездке. Это как раз увидеть что-то, то, что они не могут увидеть, сидя в мегаполисе. Да, то есть об этом не пишут ни в газетах, ни в журналах, не показывают по телевизору, нигде. И я даже больше скажу то, что люди далеко не наивные, изъездившие там сотни стран, не побоюсь этого слова, когда выбираются в подобную поездку, не просто открывают для себя Россию заново. То есть они, ну, ты просто слышишь эмоции, и ты понимаешь, что у людей там в какой-то степени шок, потому что они не знали вообще, что у нас изнутри. То есть они не знали о том, что у нас нет дорог, например. То есть у нас же не просто так внедорожная экспедиция. Мы бы рады сделать ее дорожной, но дорог-то нет. Говорится, вы же простите, но у нас такая страна. Вот, вполне возможно, что летом через 50 мои последователи будут ездить там на каких-нибудь прекрасных автомобилях между этими же населенными пунктами. Ты у бабушки своей спроси, она сильно заметила изменения вот такие глобальные на ее-то веку? Вот моя, например, нет. Ну, скажем так, до нашего родового села таки проложили асфальт лет 20 назад. Так что, в общем, она как раз... Так это спасибо советской власти. Да-да-да, советской власти точно. Вот, в общем, поэтому открытие, естественно, есть, причем оно именно в нюансах. То есть когда мы едем там за границу в какую-нибудь экзотическую страну, то там, ну, только слепой не увидит вот эти объекты там, которые надо увидеть, сфотографировать, да, потому что они совершенно явны и очевидны. А здесь вся ценность именно вот в этих нюансах, в полутонах, в каких-то вот историях, в внутреннем ощущении причастности к этой стране. То есть, поэтому, когда меня спрашивают, там, а есть ли на Волок иностранцы, а я объясняю, что иностранцам это не будет интересно. Им надо посмотреть там Байкал, Камчатку, ну, такие знаковые вещи. И им неинтересна разница между наличниками там в Нижегородской области и в Вятской губернии. Да, им все равно на этот вопрос. А нам не все равно, потому что мы сами родом оттуда. Мы вот, например, живем в Москве. Среди нас коренных там, я не знаю сколько, 10%. В остальном это мегаполис, куда съехались люди со всей страны. Соответственно, среди участников Волока есть выход из тех районов, через которые мы едем. Например, в этом году у нас присоединился экипаж из Кировской области, из города Луза. Вы знаете, где город Луза находится? Никто не знал, что Луза это город. Конечно. В общем, есть прекрасный город, затерянный в кировских лесах. Он был основан новгородцами, которых в то время погнал Иван Грозный. Соответственно, вот они вот как там осели, так они там и живут. Вот один из таких потомков, этих самых новгородцев, увидев, что мы будем проезжать практически через его деревню, там собрал свой Лангкрузер. Ну, сами понимаете, не очень бедный, конечно, местный житель, но все-таки. Вот. И присоединился и прекрасным образом с нами доехал до Новороссийска. Да, это, наверное, он мало что увидел, когда он ехал у себя там по своим родным дорогам, для себя что-то нового, да. Но как он только выехал за пределы Кировской области, для него началось открытие России. Потому что, ну, для большинства людей это большой подвиг, выехать из дома настолько далеко. Ну, еще ладно, там, может быть, съездить на Черное море, там многие ездят. Там кто-то ездит, там, ну, в командировке на машине. Но вот так вот, чтобы проехать всякими провинциальными дорогами, я знаю очень немного людей, кто когда-либо собирался, тем более это все-таки, сами понимаете, не очень дешевое удовольствие, то есть сесть на машину и уехать. Дешевле слетать за границу. Да, дешевле слетать за границу и отдохнуть во всем включено. Поэтому этот туризм, он очень нишевый. Ну, вот как раз мы сейчас подходим уже к вопросу экономики. Это тоже немаловажная составляющая, потому что открыть Россию заново можно пешком на лыжах, можно на ленд-крузере, можно на вертолете. По-разному. Сейчас как раз и потихонечку. Ведь это же очень немаловажная составляющая, что почем. Там одного только топлива нужно с собой, ну, по крайней мере, в денежном эквиваленте взять на несколько тысяч рублей. Ну, это, конечно же, история совсем не бюджетная, потому что мало того, что там топливо, проживание, питание и так далее, вдобавок нужно же еще купить автомобиль, его подготовить, на нем долгое время ехать, потом еще вернуться на нем желательно домой, потом его восстановить после такой покатушки. И в общей сложности бюджет получается соизмерим с очень долгим, очень долгим отдыхом на каком-нибудь курорте. Я бы вот так сказал. Перерыв на новости. Выход на волю горожан, пусть даже не только из столичного региона, но и по всей нашей стране, в караване Волока, под предводительством Алексея Мочилова, нашего гостя, оказался весьма затратным удовольствием. Мы подошли теперь к тому, почем выход на волю. Этот вопрос, на самом деле, мне часто задают в приватных беседах. Говорят, это же, наверное, очень дорого. Я говорю, если вы считаете, что это дорого, то умножьте это еще на 5, потому что это не просто дорого, это колоссально дорого. Мы сравнивали тут с организаторами подобных мероприятий, например, на яхтах, и зачастую оказывается то, что какой-нибудь там круиз на яхте оказывается дешевле, причем на такой очень серьезного уровня. Сидели это вы как-то с Абрамовичем и спрашивали друг друга, ну, почем там у тебя? Ну, конечно, до такого уровня не доходит, но все же. Причем, как бы, составляющая вот именно, ну, организаторская, то есть взносы, скажем так, да, они составляют там, ну, я не знаю, 10% от общего бюджета подобного мероприятия. Все остальные затраты это как раз такого технического уровня, потому что долгая экспедиция предполагает достаточно комфортный автомобиль, поэтому чаще всего это не отечественные машины, хотя отечественные тоже ездят, в общем, достаточно иногда это у них удачно получается, но это банально просто некомфортно, потому что когда нужно там 3-4 недели сидеть в автомобиле, и причем ехать не по ровной дороге, то какой бы у вас не был бы здоровый позвоночник, скорее всего от него ничего не останется. Вот, поэтому, естественно, люди там как угодно выкручивают, но покупают более-менее что-либо такое, ну, серьезное. Плюс к тому, это должна быть, естественно, машина не очень старая, потому что она должна быть надежной, а вы сами понимаете, что чем, скажем так, новее автомобиль, тем он крепче. То есть нет такого понятия, как что надежнее, например, в Митсубиси или Тойота, да, все зависит от года выпуска и степени ушатанности, я бы сказал. Вот, поэтому расходы идут в первую очередь вот на это. Потом, естественно, когда человек взял машину и увидит ее вот в стандартном виде, он понимает то, что, ну, на дачу он на ней может съездить, да, там может на охоту куда-нибудь неподалеку смонтаться, но все время ехать по бездорожью, причем по-тяжелому во время распутиться, она не в состоянии. Соответственно, надо ее готовить, да, там начинается гонка вооружения, начинаются там всякие шины, там лебедки, шноркели и так далее. Поэтому потом люди выкатываются на какой-нибудь тренировочный выезд, смотрят, а у соседа там еще какая-то бахрома висит и еще туда начинают денег вкачать. Ну, в общем, начинается такая уже гонка вооружения на уровне хобби, на уровне у кого машина красивее и так далее. Поэтому помимо вот этой такой, ну, скажем так, познавательной составляющей, которая связана с любым туризмом, да, есть еще и такая техническая хобби, я бы так сказал, да, потому что любые мальчики, склонные к технике, они им дают вот только волю что-нибудь потюнинговать, скажем так. Я почему-то всегда говорю, что, ну, может, не надо, но оставьте машину в целом виде, так, чтобы она не была там очень тяжелой. Не, народу надо. Вот первая машина, она обычно строится со всеми возможными ошибками, потому что есть в глазах некий образ красивого автомобиля. Вот, ну, в общем, сами понимаете, что при таком, как бы, бюджете, там, ну, сама по всей организации этого мероприятия, она получается тоже, мягко скажем, недешевая, потому что мы разведываем, соответственно, этот маршрут, причем зачастую не один раз. Естественно, используем собственную технику, которая за год обычно машина ушатывается в ноль, да, то есть берется более-менее свежий какой-то экземпляр, на нем откатывается разведка, через год это, по сути, набор из запчастей, за которые можно сдать в чермет. Ну, так вот, к сожалению, получается. По крайней мере, по статистике, за 6 лет организации Волокова я сменил 5 автомобилей. Ну, вот можно, в общем-то... Вот это самое оголтелое, остальные? Ну, остальные поменьше, но на мне лежат все разведки. То есть, сам понимаешь, что вот все, если ты там сперва проедешь эти 7 тысяч километров, составишь предварительный маршрут, потом ты поедешь, уточнишь его, потом ты проедешь со всеми, и получается там у машины там 1040 километров побег в тяжелых условиях. Естественно, ну, в общем, стандартная техника, она не очень нормально это переживает. Вот, по этой причине, естественно, для нас, для организаторов, экономика еще более жесткая, чем для участников, потому что участник-то для него это, ну, хобби, да, и, ну, есть деньги потратить. Это ты сейчас хвастаешься или жалуешься? Это я рассказываю. Я так сказал. То есть, жаловаться особо не на что, потому что нам все-таки помогают в этом вопросе. Это исключительно спонсорский проект, так сами понимаете, потому что за взносы потянуть организацию подобного невозможно. А спонсору это зачем? Он чем торгует? Он у вас на вертолетах МЧС, что ли? Спонсору чаще всего это нужно с точки зрения того, скажем так, с такой точки зрения, то, что ему близко то, что мы делаем. То есть у нас, например, спонсор, это... Он же меценат. Он же, да, он же меценат. Это организация, которая занимается химией для пластиковых окон. Да, фирма «Аптина» такая. Я даже думаю, что мало кто знает, что это за организация. Вот. Ну вот, соответственно, ее руководитель Игорь Горшков, он съездил с нами один раз на Волок в 2008 году. Представляете, как это давно было? Заразился. Заразился, да. Ему все это дело понравилось. Но так как человек занятой, он не может себе позволить каждый год с нами ездить. Вот он съездил еще там в 2009 году, потом приехал так погостить на 2011 год. Но при всем при этом, так как эта идея ему показалась близкой, он нас потихонечку поддерживает. Но когда есть возможность, там, сильнее поддерживать, когда нет возможности, меньше поддерживать. Но в целом, вот это вот ощущение плеча, оно есть. Как бы есть еще ряд компаний, которые тоже по каким-то причинам зачастую экономически необоснованным. То есть нет прямого рекламного эффекта от всего этого. То есть это просто фанатизм тех людей, которые тоже хотят в волю. Они просто понимают, что если они нам перекроют кислород, проект закроется. Вот прошло шесть Волоков. Отлично. Вот, грубо говоря, в следующем году там стукнет какой-нибудь кризис. Скажут, ну вот, извини, брат, но нам самим бы как-нибудь бы выжить. Скорее всего, мы не вытянем. Потому что, ну, я вот за шесть лет так, проводя такую параллель по экономике, понимаю, что взносы не окупают подобное. Квартиру не продал еще? Нет, но и не купил. Мне просто не нечего было продать. Да, я даже будучи коренным москвичом остался без квартиры в далеком году, когда раскулачивали всех дольщиков, я бы так сказал. Вот, поэтому один раз раскулачивали, а второй раз уже нечего раскулачивали. С тех пор ты живешь либо в будке, либо в машине. Да, очень неплохая трехкомнатная квартира. Есть капот, багажник и салон. Вот, поэтому, в общем, с точки зрения экономики, она достаточно жесткая и для участников, и для организаторов. Но участникам, я считаю, что чуть проще, потому что они все-таки платят за удовольствие, да, и они получают от этого драйв такой постоянный. И никто никогда не говорит, что там все было клево, ну вот бы подешевле. То есть это немножко не то, это не турпродукт. То есть люди на самом деле мотивированные. Они понимают, что, куда и зачем. А потом выясняется, что они даже не подозревали, куда и зачем. Ну да, но у меня единственная совесть, периодически так она просыпается, когда загонишь всех участников в какую-нибудь такую очень тяжелую дорогу и прямо наблюдаешь, как там у одного там генератор отвалился, у другого там еще что-нибудь отвалилось. То есть начинается такой тяжелый падеж техники. И ты понимаешь, что, по сути, ты их подставил. В хорошем, в таком и не очень хорошем смысле этого слова. То есть вот нужно соблюсти вот эту самую грань, да, когда люди понимают эту сложность и когда все эти поломки, они оправданы. Потому что утопить проще всего. Вот сложнее всего составить маршрут так, чтобы люди реально проехали. Вот так, чтобы они получили удовольствие, они реально финишировали в 9 мая на Новороссийском и ощутили в себе вот этот день победы, который на эмоциональном уровне нашему русскому человеку очень близок. Потому что у каждого в роду есть отцы и деды, которые прошли эту страшную войну. А мы, естественно, все время едем через места боевой славы. Практически куда бы ты ни повернул, везде какие-то есть следы Второй мировой. Поэтому вот этот вот, ну, скажем, такой легкий патриотический момент, он тоже есть. То есть мы за 3-4 недели постоянно готовимся к вот этому 9 мая. То есть это наша какая-то внутренняя победа над собой. И таким образом, опять же, люди понимают, насколько тяжело было воевать в нашей стране. То есть, глядя на карту боевых действий 41-45 года со стрелочками, никогда нельзя предположить, насколько тяжело оказаться вот в этих вот условиях. На природе, в таком, в тяжелом смысле этого слова, посреди болота, например, во время дождя в апреле месяце. И понимать, что у тебя нет машины с кондиционером, с печкой, с абибастой, со всеми пирогами, где ты можешь скрыться от непогоды. А ты просто сидишь в плащ-палатке на земле. Ну, в общем, вот это невозможно ощутить, не попробовав. Вот когда ты хотя бы раз машину вытащаешь из такого болота, ты понимаешь, что вытаскивать танк было гораздо тяжелее. Причем будучи пехотинцем. Да, причем будучи пехотинцем и понимать то, что в следующий раз ты согреешься в землянке через две недели. И ни о каком душе речи вообще нет никогда. Потому что в следующий раз, может быть, помыться следующим летом в каком-нибудь болоте. А ты обратил внимание, что там, где люди занимаются капониной и поднимают бойцов останки, они ни разу не нашли ни одной зубной щетки? Ну, если честно, я этой темы не касался вообще в принципе, да, то есть как-то не близко мне это. Вот, но я точно, просто, ну, когда ты понимаешь, в каких условиях люди воевали, да, ты понимаешь то, что самое страшное в этом не бой, а вот именно вот этот быт. Потому что бой, это как бы, ну, это активность какая-то, да. Бой, это на самом деле просто твой конец. Да к этому концу ты еще помучаешься. Вот, а вот, причем с нами, среди нас есть достаточно много военных, бывших чаще всего, люди в отставке, которые долгое время служили, а на гражданке им, естественно, не хватает немножко вот этого вот такого вот... Тяготы. Тяготы лишений, да. И когда люди попадают вот в такие, в условия русского бездорожья, они понимают то, что всему тому, чему их учили в военных академиях, это, в общем, тут достаточно большая сказка и вымысел, да, потому что невозможно протащить технику через эти леса, например, и потому что, ну, нет мостов, по которым можно это все прогнать. И нет таких бродов, по которым это все проедет. То есть на картах это все прекрасно указано, да, там указана ширина речки, глубина брода, там дно и так далее. Ну, ты понимаешь, что это невозможно. Просто смотришь на реку, понимаешь, что это уже фантастика. Вот, и поэтому понимаешь, почему, грубо говоря, в 41-м году захлебнулось на наступление немцев, да, потому что, ну, как только наступила зима, все. Как только наступила осень, они уже поняли, что это все. Да, 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 когда наступила зима, стало совсем все. То есть когда Гудериан получил приказ брать Москву, он на это вежливо ответил, что у него, у его танковой армии, к сожалению, так получилось, что растянулась армия его одна всего лишь на 500 километров. Он понятия не имеет, где у него ближайший заправщик, где у него санчасти, где у него снаряды. Он не может наступать на Москву, просто нечем. Да, ну вот с вот этими вопросами участники Волока сталкиваются постоянно. То же самое вопрос, где заправиться, где взять провиант. Причем они-то у себя дома. Да, они у себя дома, и при этом в легенде, которую я предоставляю, все прописано чаще всего, где заправки и так далее. Но все равно возникает вопрос, а сколько с собой взять топливо, да, а вот у нас не хватает там емкости, бака, а сколько канистры нужно там сегодня закинуть в машину и так далее. Поэтому для, ну вот, человека, который живет в мегаполисе, где все под рукой, это, конечно, скажем, такое приключение, оно состоит из многих составляющих. То есть начиная с того, что тебе надо там позаботиться о том, чтобы тебя, тебя же никто не будет кормить и поить, да. То есть ты должен купить продукты, у тебя должна быть с собой там горелка, ты должен уметь там хоть что-то готовить и так далее. То есть, ну, в общем, это такое очень серьезное испытание, причем это же каждый день. И при этом надо еще уметь поладить со штурманом или с пилотом, не перегрызть друг другу глотки и так далее. При этом это же отдых. Ах да, это же отдых, точно, это же туризм. Конечно, конечно. Поэтому это достаточно такой, ну, тяжелая история, которую пройти, в общем, достаточно большая, мне кажется, личная гордость. Перерыв на новости. Алексей Мочелов у нас в студии. Волок. Открываем Россию заново, причем открываем ее с тяготами и лишениями, каждым километром постигая величие того события, которое в финале ждет всех, а именно 9 мая победа. Вот, в общем, таким образом спускаясь с севера на юг, в сторону, как бы, логического нашего финиша на Кавказ. Проезжаешь постоянно через места, соответственно, связанные с боями разной тяжести. И, например, последний день перед финишем, вот именно 9 мая, вечером должен быть салют в 10 часов вечера, все уже с таким придыханием подходят к этому дню, потому что ради него, в общем-то, было все движение затеяно. Вот, я, соответственно, в этом году раздал легенду, и в легенде было, где-то в середине маршрута, был участок, где все навигационные точки на маршруте, это были сплошные братские могилы. То есть нет других объектов, вот нет, ни развилок, ничего. Просто едешь, а вдоль дороги столбики стоят, и все. То есть, опять же, мы уже достаточно далеко дошли от событий того времени, и у многих пропало ощущение глобальности того, что происходило тогда. Причем, ну, это я сейчас коснулся Второй мировой войны, а точно так же мы проходим памятники, которые остались от Первой мировой войны. Их тоже много при всем при этом. По тем же самым местам практически с теми самым врагом и рубились. Да-да-да, точно так же, просто смотришь, это точно такой же памятник, только там стоят годы 18-20-е, например, и так далее. И мы, например, заходили в этом году в Казахстан, так там вообще сплошная история, связанная с 1860-м годом, когда мы решили, что нам нужно срочно завоевать Среднюю Азию. Это случилось сразу после Кавказской войны, которую мы, в общем, тоже закончили достаточно так. Традиционно. Традиционно, да, то есть просто выселив всех с Западного Кавказа. Соответственно, высвободили силы, армию надо было куда-то девать, ну, ее сейчас отправили в Среднюю Азию. Опять же, копаешь когда эту историю, становится все очень интересно, потому что в школах это не преподают, даже не знаю, к сожалению, и не будут. К сожалению. Потому что эта история в основном всплывает, когда начинаешь читать историческую литературу тех республик, в котором ты проезжаешь. Например, у казахов сейчас вот надо читать их историческую литературу, потому что они-то сейчас, ну, как бы, рассекретили вот эту вот всю информацию. Ну, казахи, извиня меня, они только лишь 22 года как государство, до этого они были дыркой от бублика, теперь у них самое время для того, чтобы написать себе учебник истории. Это понятное дело, но при всем при этом нельзя же считать то, что отсутствие такой явной государственности говорит о том, что там не было людей, у них не было собственного устроя, правильно? Ну, вот там, где сейчас современный Казахстан, там их точно не было. Вот там, где, скажем так, центральный Казахстан, там, где была просто степи пастбища, особо не было. Вот мы ехали через полуостров Мангашлак, он всегда был населенным, современ там до Шелкового пути еще. Это да. И, причем, населенные достаточно плотные. И я, например, сейчас читал записки о том, как пришла туда царская власть, и о том, как, ну, скажем так, там была родовая община. И просто вышел указ о том, что надо снизить влияние вот этих вот главенствующих родов на все остальные рода Казахстана. Вот. Ну, и сами понимаете, есть там, ну, какие-то, как бы, элиты казахские. Да, и так они видят, пришел указ о том, что их надо, грубо говоря, разжаловать. Естественно, будет борьба. Вот. К сожалению, при наших вот этих имперских амбициях крайне редко учитывались какие-то особенности местного менталитета, местной культуры и так далее. Потому что из Петербурга, там, или из Москвы было всегда виднее, какая должна быть дальнейшая линия партии в Казахстане. Да никто при этом там никогда в жизни не был, никто не знает, что это за люди, никто не знает, какая у них религия, какая культура, какие обычаи. Но почему-то считается то, что европейскую культуру навязать это благо. Ну, это не совсем благо, сами понимаете. Вот. Поэтому в этом одна из задач Волокова как раз копнуть вот именно относительно официальной истории влево-вправо, посмотреть, какие есть еще мнения на этот факт, скажем так, да. Потому что, например, когда мы сейчас проходили по Прелебрусью, и мне довелось застрять прямо практически у подножия этой прекрасной горы и переночевать в домике егерей, я у них, естественно, спросил, я говорю, а вы, говорю, кто по национальности? Они говорят, мы балкарцы. Я говорю, а это земля вот исконно чья? Они на меня так посмотрели, говорят, ну вообще, говорит, наша. Вот. А вот чья наша? Непонятно, да, потому что было такое количество переселений там, что если начать копать вот в эту вот этнографию, окажется то, что эта земля переходила из рук в руки там миллион раз. Вот. И это очень интересно, потому что, например, вот историей Кавказа не занимался особо никто. И все ученые, которые этим занимались, они были все на разных стадиях преданно забвению. И сейчас, когда, ну, находишь какие-то старые источники, оказывается, что этих людей там репрессировали, например, там в 30-х годах. То есть основные люди, которые изучали этот регион, их, в общем, почему-то мы о них ничего не знаем. Мне повезло совершенно случайно. Я на днях приятно общался с человеком, который занимается историей Кавказа профессионально. До этого он был начальником контрразведки в Большом военном округе. Ну, так получилось, что сейчас он тихий доктор юридических наук. И Кавказу он тоже отдал много лет. Чрезвычайно информированный человек. Ну, вот. То есть они пока вот то ли есть, то ли вновь появились? Ну, может быть. Может быть, они всегда были, но о них никто не знал, как говорится. По другому ведомству проходили. Конечно, конечно. Но среди гражданских историков мало, я скажу. Но чем хороша история всех этих народов, любого спроси, они обязательно скажут, что было такое время, когда весь регион был полностью их, они всем Черноморским побережьем по кругу владели, Греции не было, Рима не было, и, кстати, Месопотамия тоже была их. И нет человека, который бы от этого отрёкся. Он скажет, конечно, конечно. И мой дедушка, помнится, когда с Ноем вместе в его ковчеге был, там вот вместе одного барашка стригли, и, кстати, себе классно совершенно по паху сделали. Ну, я бы... Любой народ абсолютно безыскучный. Я скажу, что всё-таки это преувеличение, потому что у меня есть друзья среди всех горских народностей. Есть, естественно, некоторые преувеличения у каждого народа, но они, конечно, не в таком глобальном смысле. Поэтому я тут вынужден с тобой, Сергей, не согласиться, конечно. Ну, я принадлежу как раз к потомкам того великого народа, который владел всем Черноморским побережьем полностью. Ну, да, и как сейчас Соединённые Штаты Америки называются? Это как-то, в общем, какая-то Армения, короче говоря. Ну, да, не будем о величии нашего народа. Ну, да. Поэтому, что касается Волока, хочется подчеркнуть именно то, что это, скажем, такая неразвлекательная всё-таки экспедиция. То есть, причём туда совершенно спокойно ездят люди с женщинами, там, с жёнами, в смысле, с детьми. То есть, люди с женщинами. Да-да-да. Это чисто кавказский подход. Женщина, в общем... Ну, да, тоже можно взять с собой. Есть отпечаток, да. Конечно. Много провёл в данном регионе. Вот, ну, в общем, семейный туризм во многом. И самое забавное то, что выдерживают совершенно нормальные дети, хотя вроде бы не должны были бы нормально терпеть подобные тяготы и лишения ежедневные. Вот, но при всём при этом ездят там дети дошкольного возраста и младшего школьного и получают от этого удовольствие. И вот на следующий год едут опять вновь. И даже бывали случаи, когда родители там по своим причинам решали, что им в этом году уже неинтересно. Их там, говорю, я четвёртый раз на Волок. А дети, которые выросли в этом формате, да, то есть они первый раз поехали в три года, да, а в семь лет они сказали, что всё, мы больше не поедем. Они устраивали там жуткие дома скандалы. Говорят, как так? Ну, мы всегда на майске ездим на Волок. Да и так далее. То есть, в общем, уже вырастает некое поколение детей, которые привыкли к подобному туризму, которые к поступлению в школу уже знают о нашей стране столько, что ни один учитель географии, ну, в обычной, по крайней мере, школе, никогда в жизни не сможет человеку открыть глаза и рассказать что-то новое. В этом есть, конечно, ценность подобных мероприятий, потому что они обогащают как самого человека, так и всё окружение, которое вокруг тебя собрано. То есть это передается и детям, и твоим знакомым, и друзьям, и так далее. Потому что, например, фотографии, которые привозятся с подобной экспедиции, они не похожи ни на что, да. То есть, если, грубо говоря, начать выкладывать тот же Facebook, то, естественно, задаётся миллиард вопросов, а это где, да. То есть, если ты приезжаешь из какого-нибудь Таиланда, всем понятно уже по фотографиям, что это Таиланд. А если ты приехал из Башкирии, никто не понимает, что это Башкирия, да, потому что... Больше похоже на Луну. Ну, да это на что угодно, может быть, похоже. Но всё равно, как бы, у нас, мы знаем за границу гораздо лучше, чем, собственно, страну. По фотографии, может, точно. У нас хорошо идентифицируется визуально только, наверное, Камчатка, Байкау иногда. Красная площадь. Вот Красная площадь, да, на фоне которой все всегда фотографируются. И, ну, может, Санкт-Петербург и всё. А все остальные регионы, ну, смотришь, горы и горы. А что за горы? А Уральский это хребет или Кавказский хребет? Никто не может ответить. Вот. Поэтому вот мы, как бы, годами пытаемся раскачать внутренний туризм. Естественно, многие участники потом начинают ездить самостоятельно, потому что, ну, всё-таки коллективный туризм – это коллективный, а самостоятельный – это самостоятельный. Но сразу вот так вот сесть и поехать – мало кто решается. А когда у тебя уже есть там, ну, накатка коллективная в большой компании, когда ты понимаешь, что есть чувство плеча, что тебе всегда помогут, где бы ты ни сломался, тебя всё равно спасут. У человека появляется некая матёрость такая, да, он начинает обрастать знакомыми, друзьями в разных городах, он перестаёт бояться ездить по этой нашей прекрасной необъятной стране. Потому что, сами понимаете, там уехать, ну, за несколько тысяч километров от родного дома, да ещё не по федеральной трассе – это, в общем, ну, такой, скажем, не очень тривиальный ход. И главное, что большинство людей не знает, чего делать, если, например, машина сломалась. А вот Волок даёт вот эту школу, школу общения с местным населением, школу поиска каких-то вариантов там по помощи себе самостоятельно и так далее. Причём не обязательно уметь чинить машину, главное – хотеть выжить. Алексей Мочелов открывает Россию заново. Спасибо.